Министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с МВД совсем недавно провели рейд по стране. Проверили общежития и хостелы на соответствие требованиям пожарной безопасности. За неделю провели тысячу проверок. В результате почти 750 человек привлекли к административной ответственности. Это по факту. Здравствуйте, меня зовут Саньякуб Жасарова. Самые частые нарушения – перепланировка помещений, чтобы заселить как можно больше постояльцев. Второе – использование кустарных удлинителей и обогревателей. И третье – неисправные электроприборы и поврежденные электропровода. К слову, за подобные нарушения, если нет крупного материального ущерба и погибших, бизнесу грозит предупреждение либо штраф от 20 до 100 МРП. В случае гибели людей – лишение свободы до 10 лет. В случае пожара на объекте, в том числе хостеле, гостинице, объекте с массовым пребыванием людей при наличии ущерба, причиненного физическому лицу, на сумму в тысячу раз превышающую МРП, либо ущерба причиненного организации или государству на сумму в 2000 раз превышающую МРП. В случае причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, а также в случае смерти лиц предусмотрена уголовная ответственность. От штрафа в размере до 3000 МРП до лишения свободы до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В 165 круглых столов с владельцами общежитий и хостелов провели сотрудники МЧС и МВД. Разъяснительные работы охватили 16 тысяч человек. Однако такие встречи могут носить только рекомендательный характер. В стране сейчас действуют моратории на проверку субъектов малого и микробизнеса. Соответственно, визитеров допустят только при наличии жалоб и поручения органов прокуратуры. С начала года на основании таких жалоб проверено 314 объектов малого бизнеса, на которых выявлено 1789 нарушений требований пожарной безопасности. Профилактический контроль проведен на 10 613 объектах. Субъектам контроля предложено 106 480 противопожарных мероприятий. В том числе профилактическим контролем охвачено 3 364 субъекта бизнеса, которым предложено 36 612 противопожарных мероприятий. С начала текущего года в стране зарегистрировали два уголовных дела по фактам нарушения требований пожарной безопасности. В столичном общежитии в Мае и в хостеле в Алматы вчера. Для определения причины пожара привлечены сотрудники исследовательских испытательных пожарных лабораторий ДЧС города Алматы, сотрудники судебной пожарно-технической экспертизы Минюста. В целях качественного проведения досудебного расследования создана межведомственная следственно-оперативная группа в составе начальника управления дознания комитета противопожарной службы, начальников отделов дознания ДЧС Акмолинской, Актюбинской и Североказахстанской областей. В прошлом году в республике также завели два уголовных дела. Тогда пожары произошли в столичном общежитии, там погиб один человек. И в гостинице в городе Атарау здесь погибших нет. И там, и там дело прекратили в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения. Это по факту. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова